А вскоре случилось первое из тех загадочных событий, благодаря которым мы избавились наконец от капитана. Но избавившись от него самого, мы не избавились, как вы сами увидите, от его хлопотных дел. Было раннее январское морозное утро, бухта посидела Атыния, капитан проснулся раньше обыкновенного и направился к морю, а я накрывал стол для завтрака. Вдруг отворилась дверь, и в комнату вошел человек, которого прежде я никогда не видел. Пойди-ка сюда, сынок. Он был бледен, с землистым лицом. На левой руке у него не хватало двух пальцев. Подойди поближе. Да, сэр. Этот стол накрыт для моего товарища. Штурмана Билли? Я не знаю никакого штурмана Билли. Стол накрыт для одного из наших постояльцев, которого мы зовем капитаном. Ну что ж, моего товарища штурмана Билли тоже можно называть капитаном. Это дело не меняет. У него шрам на щеке и очень приятное обхождение, особливо, когда напьется. Вот он каков, мой штурман Билли. У вашего капитана тоже шрам на щеке и как раз на правой. Значит, все в порядке. Не правда ли? И так я хотел бы знать, обретается ли он здесь, в этом доме, мой товарищ Билли? Капитан пошел погулять. А куда, сынок? Куда он пошел? На ту же скалу, что и всякий день. Он, вероятно, скоро вернется. Да, мой товарищ Билли обрадуется мне, как выпивки. Стой, парень! Ты куда? А ну, встать на яркой! Я только хотел выйти во двор, сэр. У меня есть сынок, и ты похож на него, как две капли воды. Он гордость моего родительского сердца. Но для мальчиков главное послушание. Вот если бы ты поплавал с Билли, тебе не пришлось бы окликать два раза. А вот и он, мой штурман Билли, с подзорной трубой под мышкой. Благослови его, Бог. Давай-ка пойдем опять в зал, спрячемся за дверью, сынок, и устроим Билли сюрприз. Обрадуем Билли. Благослови его, Бог. С этими словами он загнал меня в угол и спрятал у себя за спиной. Мы оба были заслонены открытой дверью. Мне было и неприятно, и чуть-чуть страшновато, как вы можете себе представить. Особенно, когда я заметил, что незнакомец и сам трусит. Наконец, в комнату ввалился капитан. Билли, ку-ку. У капитана был вид человека, который повстречался с привидением, или с дьяволом, или с чем-нибудь похуже, если такое бывает. Разве ты не узнаешь меня, Билли? Неужели ты не узнаешь своего старого корабельного товарища, Билли? Черный пес. Он самый, черный пес, пришел проведать своего старого корабельного друга, своего Билли, живущего в трактире, адмирал Бенбул. Ах, Билли, Билли. Сколько воды утекло с тех пор, как я лишился двух своих когтей. Ладно, ты выследил меня, и я перед тобою. Говори же, зачем пришел. Узнаю тебя, Билли. Ты прав, Билли. Этот славный мальчуган, которого я так полюбил, принесет мне стаканчик Рому. Мы посидим с тобой, если хочешь, и поговорим без обиняков напрямик, как старые товарищи, не правда ли? Выйди-ка, сынок. Только дверь оставь открытой. Это чтоб ты, сыночек, не подсматривал замочную скважину. Я оставил их вдвоем и вернулся к стойке. Мало-помалу голоса становились все громче. Где карты? Нет, 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 не довольна об этом, слышишь? Если дело дойдет до виселицы, так пусть на ней болтаются все. Черт возьми, ты мне сейчас за это заплатишь. Через минуту я увидел черного пса со всех ног бегущего к двери. Капитан знался за ним. Их кортики были обнажены. У черного пса из левого плеча текла кровь. Да ты сам дьявол! Возле самой двери капитан замахнулся кортиком и хотел нанести убегающему еще один самый страшный удар. И, несомненно, разрубил бы ему голову пополам, но кортик зацепился за большую вывеску нашего адмирала Бенбоу. Это проклятый! На вывеске внизу на самой раме до сих пор можно увидеть след от него. На этом битва кончилась. Выскочив на дорогу, черный пес, несмотря на свою рану, помчался с такой удивительной скоростью, что через полминуты исчез за холмом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!